Привет, друзья! В продолжение прошлого ролика сегодня я буду подбирать тонер для картриджа HP 106A. Это полный аналог 104-го Samsung. Поэтому для начала я попробую засыпать тонер Samsung. Чем они различаются, я покажу в конце видеоролика. Не пропустите! Добро пожаловать на канал Самсве Мастер! Его ведущий Актошин Александров. Здесь вы найдете подробные инструкции по заправке картриджа. А также ремонту принтеров и инфу. Если вы еще не подписались, обязательно сделайте. Оставьте комментарий, а я всегда приду вам на помощь, если возникнет трудности. Начнем, пожалуй. Для начала разберем его. Разбирается он так же, как и 104-й. Надо сорвать 3 заклепки с одной стороны, и 3 заклепки с другой стороны. Для того, чтобы снять боковые крышки. Сначала срываем сверху, затем переворачиваем, и срываем нижние заклепки. Снимаем боковые крышки. И надо сорвать еще 2 заклепки между двумя половинками картриджа. Просунуть надо отвертку в этом месте и сорвать заклепку. так же с другой стороны. И картридж разделился на две половины. Для начала снимаем ролик заряда и освобождаем бункер отхода от отработки. Надо протереть вал заряда сухой салфеткой. Поставить его на место вот таким образом. С одной стороны ось длиннее, не перепутайте. Теперь снимаем барабан, сдвигаем ось в одну сторону, поднимаем и вытаскиваем. Надо вынуть пробку. Высыпать оставшийся тонер. Здесь его осталось довольно много. Видимо, чип не дал продолжить работу. Теперь он нам мешать не будет. Снимаем вал переноса. Высыпаем остатки. И если есть тонерный пылесос, можно пропылесосить. Если нет, просто почистить кисточкой. Вал переноса так же чистим. Можно протереть просто сухой салфеткой. Надо обязательно проверить дозирующие лезвия. Если есть налипания, надо их счистить. Я счищаю пластиковой пластиночкой. Вот такой. Чтобы не поцарапать дозирующие лезвия. Здесь оно гладкое. вставляем вал переноса. Ставим фото барабан на место. Убираем остатки тонера. теперь надо соединить две половинки картриджа. Поставить боковую крышку со стороны шестеренок до щелчка. И продвинуть ось барабана проворачивая так, чтобы она вставилась в прорезь. Теперь буду засыпать тонер Самсунг. Засыпаю 19-10 Самсунг. Засыпать надо примерно на три четверти. Вставляем пробку. И ставим боковую крышку. Если кому-то что-то непонятно, можете посмотреть у меня на канале заправка картриджа Самсунг 104. Там более подробно. Теперь ставлю новый принтер и распечатываю страничку конфигурации. воздуши. Друзья, качество довольно приличное. изображение не размазывается закрепилось на бумаге я думаю результат довольно приемлем теперь посмотрим на качество при копировании тоже довольно прилично сейчас сравним с оригиналом слева оригинал справа копия если учесть то что при копировании качество немного теряется то результат меня лично удовлетворил теперь попробую засыпать другой тонер который предложили мне мои поставщики специально для этого картриджа повторяем процедуру заправки старый тонер высыпаем снова засыпаем старый тонер высыпаем и А теперь буду засыпать тонер HP M106-107, M135, который предназначен для заправки этого каштега. Перед засыпанием встряхиваю баночку. В этой баночке тонера на одну заправку. Надо высыпать его весь. Продолжение следует... И теперь надо проверить качество печати. Также буду распечатывать копию. Как видим, качество тоже довольно приемлемое. По сравнению с тонером Samsung мне показалось, что на HP отпечатано немножко поярче. Это сравнение с оригиналом. Теперь покажу различия этого картриджа. Картриджа Samsung M104. Обязательно напишите в комментариях, что понравилось, что нет. Постараюсь учесть все мнения. Отвечу на все адекватные комментарии. Также через Яндекс Телемост смогу помочь вам онлайн. Это первое различие. Вот эта выемка. На 104-м картридже ее нет. А в принтере напротив нее есть ключ. Поэтому картридж Samsung туда не вставить. Вот этот ключ он будет мешать. Если его убрать, тогда я думаю, что картридж Samsung вставить можно будет. А также на этом картридже еще есть вот в этих местах ушки, на которые давит крышка отсека картриджа. На картридже Samsung этих выступов нет. Если захотите его использовать в этом принтере, то надо будет дополнительно что-то наклеивать. Итак, друзья, если я смог помочь вам, поставьте комментарий, поставьте лайк, а также подпишитесь на мой канал. В следующем видео я покажу, как заправить картридж Canon 054, он же HP SF540. До новых встреч!